Азам, если ты смотришь мой видос, выгони БМВ из своего клана, если он у вас там есть. Играет хуёво, пацан. Давай-давай-давай, братик, зона сужается через пять секунд. Беги-беги, ты успеешь. Блядь, сука! Я нахуй ненавижу эту игру. Если не хочешь, чтобы тебя мамка отпиздила, смотри это видео в наушниках. Тут три, блядь. Блядь! Запачкал все, сука. Нихуя себе. Это что, вобиль фрифайера? Окей, здорово, ёпта. Селфи на память. Так, погоди, фокус настроим. Вот так вот. О, нормалек. Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи отец Евген. И это очередной выпуск. Голодных, добро пожаловать. Буду называть тебя пиздолист. Доля, Доля, он залез на него, стреляй. А отомстил за братика. У меня ваше сердце, бам-бам-бам. Самая рабочая тактика. Он забежал. Это что такое? Давай, покажи, что ты реально из черноты, что ты дружочек Асамов. Я вижу, блядь, все, пока. На сегодняшний турнир у нас собралось максимальное количество игроков. Вот они все эти рыцари у вас прямо сейчас на экране. 48 человек. 24 команды по 2 человека, которые прямо сейчас сойдутся в этой битве и поборются за главный приз. Я напоминаю, что на кону у нас 2000 рублей. Да хуеть не встать. Прямо сейчас капитаны команды ждут меня в специально созданном чате турнира ВКонтакте. Ровно через одну минуту я скину сюда им логин и пароль от первой комнаты. Первый раунд у нас пройдет на карте Калахар. Толик решил потанцевать. К сожалению, Толик в этом турнире сегодня играет один. Как он мне сказал, его тиммейт Крош решил сречь и поспать. Это что еще за нахуй? Он сейчас спит, а Толик играет один. Пожелаем Толику удачи. В прошлый раз он сумел в одного затащить третий раунд. Для тех, кто не смотрел прошлый турнир, ссылочку на него я оставлю в описании. Он был охренительный. Надеюсь, это будет не хуже. Посмотрим, получится ли у него сделать то же самое сегодня. Сегодня у него, конечно, задача намного сложнее. Он весь турнир, все три раунда будет играть один. Но это не точно. Ну, если, конечно, Крош не соизволит проснуться и во втором и третьем раунде помочь Толику. Лав... Бля, какой у тебя никейм. Буду называть тебя пиздолист. Ничего личного, братан, пиздолист. Ты сам написался. Лав Куни. Типа, те, кто любят... Вот так делать. Денчик. Денчик. Это, наверное, самый маленький участник нашего турнира. Ему 10 лет. Давайте ему похлопаем. Денчик, давай тащи. И лайк поставьте Денчику за участие. О. Беру себе. Еще одну беру. Заебал, давай не играй. Нет, твой я. Это, видимо, девушка. У нее 2 кила. Эээ, сорянчик, если вдруг ты не девочка, а парень. Если ты пацан вдруг, а так бывает, сорян, ничего не знал. У нас тут был один чувак, он Педра назывался, и потом говорил, что он не гиг. Хе-хе-хе. Оф Трэшер, это участник моей гильдии от СФФ, сокращенно Оф. Если вдруг увидите у кого-нибудь из игроков вот такую вот приставочку, знайте. Это чувак из гильдии отца Евгена. И это охеренный чувак. Если однажды в катке вас убьется вот такой вот человек, знайте, это мой человек вас ебал. Толя, Толя, как тебе не стыдно. Смотрите, куда он забрался. Давай только не упади, пожалуйста. Не упади, ты дурак, ты че так на край встал? Решил у нас выбрать сегодня тактику крысы. Так как его тиммейт спит. Спит, бля. Неделю ждали турнир, бля, он лёг поспать. Я в ахуе. Там тиммейт у тебя ползает. Ой-ой-ой-ой. Решил помочь тиммейту и получил по срахе сам лекается. Летит граната к нему. Кто это, блядь, вообще такое? Это как так вообще? Это пиздец. Толик у нас занял вышку. Толик у нас любит занимать вышки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Замес. Толя, Толя! Он залез на него стреляет! Толя! Я даже не знаю, что сказать. Они убили Толика, Ферри, Стором и Дельта. Он прям на него залез, прям на башку к нему встал. Давайте поставим Толику за это лайк, пожалуйста. Найк. Дельта поставил стеночку. Стреляет, стреляет, убивает. Нет, не убивает. Ложит кого-то. Дальше побежал. Положили Дельту. Ферри, Стором бежит, ставит стенку. Бросает своего бедного тиммейта. Он снова ползет. Все, убили Дельту. Ферри, Стором не успел спасти своего братья. Ковид. Два кила прячется за домом. Сэндвич. Перестреливается, видимо, с ковидом. А нет, не с ковидом. Убили его тоже. Я не понимаю, кто кого херачит. Арканц и Форза. 6 килов на команду. Спутник 1985 года. Какой у тебя замечательный никнейм, слушай. Видимо, фанат Юрия Гагарина, да? Калявщик у нас тоже один. Прячется за стенкой. Смотрит, как там у ребят дела. Они там между друг дружкой перестреливают. А он сейчас думает, сейчас они друг дружкой переебывают. Я потом выйду и разъебу. И возьму топ. Но это тактика хорошая. Все, остается 5 человек у нас. Ох, из краника стрельнул. Смотри, летят гранаты. Ой-ой-ой, что происходит? Все, зона сужается. Ты посмотри, что у них тут. Стенки стоят. Друг друга херачат. Арканц. Положил. Все. Что-то какой-то максимально странный у нас финал. Я прям ни хера не понял, если честно, что произошло. Но Форза и Арканц заняли топ-1. Сейчас я зафотру результаты, и мы начнем второй раунд. Да-да, братик, я в курсе, что ты уже устал ждать мой гребаный розыгрыш трех тысяч алмазов, который я обещал провести в прошлом видео. Соленчик, что заставил тебя ждать. Итак, вот они, счастливчики победители, которым достаются три тысячи алмазов. Не расстраивайся, если ты не победил, братик. Прямо сейчас ставь лайк под этим видео и напиши любой комментарий. В следующем видеоролике по фрифайеру я точно так же рандомно выберу троих человек и отправлю им по тысяче алмазов. Желаю тебе удачи. Ну а теперь давай смотреть второй раунд. В этот раз у нас Крош появился наконец-то в игре. Очнулся, проснулся, дорогой, и решил все-таки помочь во втором раунде затащить Толику. Ван Гога из Тетхама вынесли в самом начале, посмотрите, третья команда Ван Гог и Стетхам. Люди, которые в прошлом турнире взяли топ во втором раунде, сейчас даже не успели приземлиться, их вынесли мгновенно просто. Форзу там кого-то, смотри, высматривает за забором, смотри, прячется за забором. Форзу, давай, ебашь. А тиммейт-то твой где? А тиммейт, смотри, прячется здесь. Положили Форзу, убивают Форзу, его тиммейт, идиот. Точно, охрененно тупая идея. Доставил дробовик, смотри, вон высматривает одного, а второй где-то рядом бегает. Он бежит, бежит к нему, получает, положил, а отомстил за братика. Бежит его тиммейт. Ох, повезло тебе, что у тебя второй дробан. Толика только что вынесли, у меня аж сердце, бам-бам-бам. Вот что значит прыгать постоянно в Бразилию, блин, Крош, давай, за Толиком мсти. Дельта и Ферри Сторм вынесли Толика с Крошем. Ну, я думаю, в этом турнире уже по-любому Толику и Крошу не видать первое место. Я не буду брать Дельта твоё сердечко, потому что ты только что моего брата вынес, блядь. Навижу, блядь, всё, пока. Довольно я пошутил, вы чё, ребят, реально думаете, что я слиняю в лице своего турнира. Дельта уже участвует три раза в нашем турнире, это его третий раз. Он у нас занял один раз в топ-1 и второй раз зашёл в топ-2. В прошлый раз он играл с евреем. Веном увидел, что я за ним слежу, передаёт мне привет. Привет тебе тоже, Веном. Спайдер-мен круче. Говорят, давай, братик, полежим, давай полежим без проблем. Леги на крышу и лежат. Вот он, пацаны, геймплей. Вот она, блядь, самая рабочая тактика. Сидят и сейчас просто общаются друг с другом, по-любому. Говорят, чё, как дела, братан? Ничего, нормально. Так-так-так, халявщик кого-то там спалил, смотри. Там два человека, два первого. Завони хотя бы одного, ну. Поставил стенку. При... Хотел на вышку зайти. А нет, нифига, там дроп мешает. Фэрри-сторм внизу в контейнере сидит. Его тиммейта Дельту вынесли. Так вам и надо, пацаны. Вынесли толик, и вот вам отомстили за них. Стреляет по кому-то наверху. Но не выносит. Трэшер с Олдом бегут в зону. Кому-то работает, там ставят стенку. Очень зря ты это сделал, братан. Они, считай, сейчас своё положение спалили. Поставил стенку, лекается, успеет. А его тиммейт бежит, как ни в чём не бывало. Ему вообще похер. Он как Нелло уворачивается в беге от пуль. Не добежал, бедняга. Оу, сейчас убрёт от зоны. У него жизни отнимаются быстрее, чем он лекается. Запил на лечение, побежал. А нет, смотри, всё равно надеется вылечиться и добежать. Как думаете, добежит? Всё, видимо, аптеки закончились. Давай, 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 40 хп. Он добежал. Просто, смотри, в беге лёгкой лекается. Пипец. Стреляет по кому-то. Охренеть, ты прибежал. Он так старался, боролся за жизнь, чтобы так глупо умереть. Его убил Ферри Сторм. Дельта, интересно, почему у тебя в каждом турнире разные тиммейты? В прошлом турнире у тебя был еврей, теперь у тебя Ферри Шторм. Ты где-то... А всё, нет у тебя тиммейта больше, убили его. Хотел сказать, что ты где-то там по объявлению набираешь. Так, 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 замес, замес, замес. Вынесли, ребят. Семь человек у нас живых. Стреляются по насос за стенкой. Аркана за деревом херачится, кладёт одного. Добивает. Не надо так отвлекаться, зачем ты это делаешь, дурачок? У него же тиммейт где-то рядом. Убегает, убегает, убегает. Дурак ты, дурак, ты зачем ты выбежал? Ставит стеночку, убегает в зону. БМВ бежит за ним. 10 хп отнял. Конченный, тем временем он уже прячется за камнем. Тот ему махнул сковородкой, типа, давай сковородкой пиздиться. Не захотел пиздиться с ним сковородкой. Отнял ему немножечко хп. Бежит дальше по насос за деревом. Смотрит, что там происходит у ребят. Другой стороны решили обижать. Конченный, к тебе бегут. Гранником отнял. Бедный конченный. Всё, конченного вынесли. БМВ и АЛУФ заняли топ во втором раунде. Честно, что-то второй раунд как-то оканчивается не эпично. Блин, как-то глупо очень. Ну, мне так кажется. Напишите в комментариях, что думаете по поводу второго раунда. А я пока сводкаю результаты. Я не знаю, как вам, ребят. А я хочу, если честно, увидеть какой-то замес, какой-то эпик, какую-то прям бойню, когда все ребята в центре херачатся друг с другом. Вот прошлый турнир, он был прям охренительный. Ну, согласитесь, ведь было круто. Ну, а в этот раз что-то прям как-то, ну, как-то так двояко. Конечно, монтаж вывезет, но эмоции, вот как в прошлый раз, я, честно, пока что не получаю. Надеюсь, третий раунд будет куда круче. Но пока, ребятки, собираются небольшая реклама. Опа, я саду даже поудобнее. Оп, 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 оп. Если ты любишь играть в Free Fire и хочешь точно так же, как эти ребята, принять участие в моем платном дуо-турнире Голодные игры, то прямо сейчас переходи в мою группу ВКонтакте. Ссылочка на неё есть в описании. Вот она. Переходи туда прямо сейчас, пока ты смотришь это видео. Там уже идёт набор на ближайший дуо и сквад турнир. Давай прямо сейчас приходи по ссылочке, записывайся, будем играть, разносить друг другу ебальнички и получать за это денюжки. Угу. Ещё и в видео ко мне попадёшь. Начинаем третий раунд, пацаны. Надеюсь, хотя бы в этот раз, ребятки, пожалуйста, покажите мне охренительную игру. Какой-нибудь замес, мясо, что-то перестрелочки. Ну, пожалуйста, ну чё как не родные-то, ё-моё, давайте. Это что такое? Я первый раз такое вижу. Пацаны, это баг. Спасибо, Кэп. Толик, а вы... Какой стыд. Крош, чё ты Толику не помог, блин? Он первый раунд, понимаешь, ты тащил, пока ты спал. Ой-ой-ой-ой, положил Крош кого-то. Положил, положил, положит. Ну, ну серьёзно, ну серьёзно. Ох ты, ёптвор, вот он 4 кила сделал. 31 человек в живых, раунд начался очень динамично, буквально начали 2 минуты назад и уже 17 человек вынесли. Бедный, бедный, лотос, лотос, а где твой тиммейт самурай? А самурай лотос, к сожалению, не помог. Блядь, я не понимаю, откуда такие тиммейты берутся? Вот наберут по объявлению с улицы. Смотрите, кто у нас тут играет. Чер, БМВ. Для тех, кто не в курсе, приставочка Чер, это приставка одной из самых топовых гильдий во фрифайре Чернота, у которых предводитель Азам. Ну, я думаю, Азама вы все знаете. Если это правда, если это не фанат, а реально участник гильдии, то, я думаю, он покажет крутую игру, потому что в Черноте, как мне говорили, ребята, хуйню не держат. Хуёв игроков там нет, там все играют топов. Ну, давай покажи БМВ, на что ты способен. Что-то в прошлых раундах я тебя не особо приметил. Ага. Вау! Приехали на стрелку чувака из Черноты. Сейчас, походу, что происходит? Кто-то там из Гранника. Спутник из Гранника хуйнул. Хуйнули спутника. Чернота, БМВ остался один. Давай, покажи, что ты реально из Черноты, что ты дружочек Азама. Покажи, что ты Азама лично знаешь. Давай, покажи нам, покажи нам крутую игру. Азам, если ты смотришь мой видос, выгони БМВ из своего клана, если он у вас там есть, блядь. Играет хуёво, пацан. Ничего личного, друг. Крош у нас бежит на починки. Конечно, обидно, что они с Толиком так в этот раз сливаются. Я думаю, что Толик просто в этот раз был не настроен хорошо играть. Если в прошлый раз он прям был, у него напор был вот такой вот, разъюду всех возьму топ, то в этот раз первый раунд его, мне кажется, немножечко подкосил. Крош не пришёл на первый раунд, и Толика это немного подкосило. Так, 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 Крош, Крош, Крош стреляет по ребятам, поставил стенку, лутается, бегает, не идёт в бой. Ребята сейчас думают, что он там за стенкой, а он решил схитрить. А, не на первом этаже. Давай, всё, ждём угла. Не высоси, положил, молодец. Поставили стенку, забаррикадировались. Идёт в бой. Ну, 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 давай, он его поднимает. Почему-то он не решил их добивать. И съебался. Не состыковочка, по-моему. Не твоя один килл, конченный, три киловеном кого-то устранил. Скай Уго Флай и Скай Аку Флай, пипец ластикными, блядь, хуй выговоришь, едут на машине куда-то. Халявщик и котёнок по одному киллу решили, как обычно, спрятаться на наших любимых вышках между Марс Электриком и Факторем. Потихонечку входит в топ-3. Мне кажется, сейчас он в топ-3 может вполне зайти, если продолжит играть так, как он играет, да не тупить, по нему стреляют сзади. Ебать, только похвалил, и вот такой замес. Воу, 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 Крош делает шестой килл. Во втором нашем турнире Толик точно так же остался один на карте в третьем раунде. И Крош сейчас повторяет судьбу Толика, но в прошлый раз Толик затащил. Посмотрим, затащит ли Крош. У него уже 6 киллов. Ну, попадёшь, не попадёшь, ты вообще... Зачем стреляешь, не попадаешь даже? Зачем стрелять, если ты не попадаешь? Все, 7 человек в живых, ребята. Три команды в полном составе и Крош, который действует в одного. Не твоя сейчас слышит перестрелку Кроша. Ой, 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 это как? Хотел на Кроша нажать, а его вынесли. 7 килов Уга и Лака Флай, они вынесли Кроша. Ну нахуй вы это сделали, пацаны? Не твою вынесли, конченый остался один. Его вынес у нас котенок. Они с халявщиком по-прежнему на вышке, зона не на их стороне. Им нужно будет сейчас бежать в зону и встретиться вот с этими тиграми, у которых уже 7 килов, лицом к лицу. Смотрим, финал. Так, стреляет по машине, расхуярили тачку, залекался. Уга Флай работает дальше по нему. Аку тоже работает, отнимает немного ХП, получает сам по жопе. Конченый, тем временем, смотри, залетает сейчас на вышку. Давай, удаю себе шанс. Положили Аку Флай. Конченый сейчас добьет. Да кого-то там стреляет, там поставили стеночку. Поднимает на своего кореша. Конченый стоит на вышке. У него самая выгодная сейчас позиция, он сверху работает. Положил, положил, положил. Положил, убил. Там ребята стреляются между собой. Они вынесли их. Все, они остались вдвоем, а Конченый остался один. Смотрим, что будет, ребят. Три человека в живых. Все, либо Конченый победит, либо Аку и Угу бегут к Конченому. Так, залекались, починились. Конченый, тем временем, смещается наверх. У ребят зона. Им очень сильно повезло, конечно. Их двое. Но мне кажется, они победили. Конченый, давай, прячется за камнем. Ставят стеночки, приближаются к Конченому. Конченые за стенкой все сейчас сойдутся. Получают гранаты и летят. Ну, здесь было все очевидно и понятно. Акуфлай исполняет победный танец. Ставят стенки. И они побеждают в нашем третьем финальном раунде. Сейчас я сфоткаю результаты. И мы начнем подсчет очков. Итак, я сделал фотографии итогов всех трех раундов. И буквально через несколько минут мы с вами узнаем, кто победит в этих голодных играх. Конечно, у вас все это будет через секунду. Примерно вот так. Оп. Все. Я посчитал итоги всех трех раундов. Прямо сейчас победители сегодняшнего турнира вы видите у себя на экране. Как вы можете видеть, две команды набрали одинаковое количество очков. Поэтому я решил, будет верным распределить между ними места в зависимости от того, сколько киевов сделала команда. У зеленой команды гораздо больше киевов, чем у желтенька. Поэтому они забрали первое место. Я считаю это правильно. Ну, а сейчас я жду капитанов команд в обе, чтобы отправить им поближко от АЦФК. Так, короче, получается, конченый. У вас первое место, 1000 рублей. Форза у вас третья. Ты тут? Да. Да, давайте тогда сейчас с вами сразу рассчитаюсь, пока мы ждем вас этого третьего. Че, как ваши эмоции? Че скажете? Да вообще пушка дурнир. Мне понравилось. Первая катка не очень была. Остальное все очень коротенькое. Заветел. Проверяй. Пришло. Пришло? Супер, отлично. Так, Форза у тебя 300. Форза тебе тоже улетает? Проверяй. Все, да, пришло. Пришло. Так, я, короче, буду ожидаться АУФ и БМВ. Че-то они не добавляют меня. Но вам, ребят, спасибо большое за катку. Отличный турнир вообще все. Отпишите, пушка бомба. Спасибо. Так, улетело тебе, проверяй. Все, братан, пришло. Пришло? Пришло, супер. Ну, передавай тиммейту своему привет. Поделись с ним баблом, не забудь. Спасибо за игру. Все, спасибо. Друзья, меня не удалять. Я не удалю. Если хочешь, участвуй в следующем турнире. Да, с удовольствием. Все, давай, хорошего вечера. Спасибо за катку. Спасибо за... Вот такой вот турнирчик с вами, ребятки, у нас сегодня получился. Если вам понравился, обязательно поставьте под этим видео лайкусик и напишите об этом в комментариях. Ну, а я прощаюсь с вами. С вами был Отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok